У нас сейчас на связи министр иностранных дел Республики Инал Ардзинба. Инал Батович, приветствуем вас. Приветствую, приветствую вас. Совершенно недавно был ваш визит в Беларусь. Расскажите, пожалуйста, чем он закончился. Судя по тому, что мы как раз в публикациях читали, все свершилось весьма успешно, переговоры прошли конструктивно, как вы сказали. Я вот процитирую опять же вас. Наша задача заключается в комплексном развитии отношений с Республикой Беларусь. А комплексные отношения что подразумевают? Спасибо за вопрос, уважаемые телезрители, всех приветствую. Вы знаете, визит был очень успешный. Мы обсудили вопросы торгово-экономического характера. Безусловно, была встреча, это главное, лидеров Беларуси и Республики Абхазия. Аслан Георгиевич Бжани и Александр Григорьевич Лукашенко провели продуктивные очень переговоры. Обсудили действительно комплексный и очень широкий круг вопросов. Имею в виду, прежде всего, торгово-экономические связи, которые зарождаются сейчас между нашими государствами. У нас создан торговый дом, он уже функционирует, это очень важно. Поставка абхазских товаров в Беларусь, белорусских товаров в Абхазию. Кроме того, мы обсудили важный вопрос, связанный с сферой информационных технологий. Как известно, Беларусь это кузница кадров в этой сфере. И наши белорусские друзья и братья дали нам обещание, что помогут нам в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Мы за это очень благодарны. Кроме того, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере. Ну и, конечно, обсуждали главы и интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Это крайне важное направление. Мы видим, что сегодня в силу того, что в мире происходит, интеграционные процессы активизировались. Прежде всего, это союзное государство России и Беларусь, которое эффективно развивается. Вчера у нас была встреча с господином Мезенцевым, госсекретарем союзного государства. И мы активно осуществляем мониторинг того, как эффективно развивается союзное государство. Поэтому мы действительно обсудили широкий круг вопросов и смотрим в будущее и на перспективу очень позитивно. И мы благодарны белорусским друзьям и братьям за то, что мы эти переговоры провели. И они прошли очень успешно и конструктивно. Налбатович, вот по поводу как раз экономических связей между республиками Абхазии и Беларусь. Расскажите, пожалуйста, в чем сотрудничество сейчас происходит? Значит, мы уже, наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке знаменитого абхазского вина в республику Беларусь. Кроме того, рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в республике Абхазия. С другой стороны, белорусские знаменитые товары – это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в республику Абхазия. Конечно, отдельное важное направление – это туризм. Развитие туристической отрасли в Абхазии, которая очень активно идет. Мы планируем в том числе и реализацию совместных инвестиционных проектов с Беларусью в сфере туризма. И глава нашего государства говорил об этом. Это очень важное направление, поэтому мы исходим из того, что мы создаем такой синергетический эффект от нашего экономического сотрудничества. И для нашей экономики, для экономики Республики Абхазия – это, безусловно, очень важное направление. И мы рассчитываем на то, что будет хороший эффект, и что это отразится на качестве жизни наших сограждан. Вот для оптимизации сотрудничества, для ускорения этого сотрудничества, в том числе обмена товарами и услугами, и быстротой принятия решений, как раз и создавались такие организации, как вы уже упомянули. Таможенный союз, единое экономическое пространство. Вот у Республики Абхазия и у Республики Беларусь, насколько можно ожидать, что отношения дойдут до того, что как раз будут приняты документы, которые также будут призваны ускорить и упростить эти процедуры? – Благодарю вас за интересный вопрос. Действительно, это важное направление. Конечно, это зависит от динамики наших отношений, от динамики диалога и от активности наших торгово-экономических связей. На мой взгляд, интеграционное объединение работает очень эффективно, и та колоссальная трансформация, которая в мире происходит, безусловно, приведет, на наш взгляд, к формированию нового эффекта, нового качества этих интеграционных объединений. Мы видим, что Российская Федерация реализует интеграционные объединения, основываясь на принципе суверенного равенства государств, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, которые навязывают свою диктаторскую волю, так называемым своим партнером. Поэтому, на наш взгляд, интеграционные объединения – это, опять же, синергетический эффект в экономике, и мы будем стремиться к тому, чтобы участвовать в этом. На наш взгляд, это правильные отношения между суверенными государствами, и главная наша задача – это укрепление нашего суверенитета, и мы видим в интеграционных объединениях потенциал для того, чтобы мы укрепляли наш государственный суверенитет, который является результатом многовековой борьбы нашего народа за свободу, и это воплощение исторической справедливости для нашего народа. И Российская Федерация нам помогает в укреплении нашего суверенитета. Это очень важно. Да, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы в прямом эфире. Инал Ардин, министр иностранных дел Республики Абхазия, был с нами на связи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...